О, сап, хоми! Вспомните, я обещал сделать ролик сразу после освобождения Икса и его первого вью. Так вот, сейчас мы будем разбираться, чем Икс занимался в тюряге, какие проекты готовит, и почему Дрейк для него вдруг оказался сукой. Сколько же споров было насчёт всей истории вокруг Икса, начиная от произношения его никнейма и заканчивая подробностями суда. И, к счастью, всё это мы не будем вновь разжёвывать, а начнём сразу же с самого горячего. В общем, он уже как 4 дня находится на свободе, и эти дни он не особо активничал в соцсетях, поскольку сам сказал, что не будет уделять им много времени, ведь готовит новые и горячие релизы. Что касается приговора, то тут всё, как я и говорил в прошлом ролике, что фэнам не стоит яро беспокоиться о его путешествии по этапу на год или два, или как по прогнозам некоторых аналитиков, с которых я дико рофлил аж на 12 лет. Нет, Икс отделался условкой, в суде держался молодцом, вина не признавал, и как итог у них не было особых доказательств, кроме пролитого на глазу Женевы Пёрпа. Поэтому наш ниггер, у которого, кстати, появились подробности арабских корней, легко отделался, но всё же пока что всё портят 6 лет испытательного срока. И все мы знаем, темперамент Икса, можем предположить, что эта условка может сыграть свою роль в самый неподходящий момент, а именно, когда он попадёт в очередной замес. А он в него обязательно попадёт, но это же Икс, чего вы хотите? Но всё-таки многие, наверное, скажут, ну камон, Кавтакс, какой замес, он уже насиделся, и уж точно любыми способами будет избегать любых событий, которые так или иначе приведут к суду. Но тут я вам скажу, что он назревает мясо между ним и Дризи, и кто знает, чем это закончится. Вполне возможно, что Икс изобьёт Дризи и будет держать его дома взаперти, пока тот не дозвонится копам. Ну вы поняли. Но, собственно, с чего всё началось? То есть, сам биф между Дрейком и Иксом. А началось всё с того, что Ди раскидывал жирнейший рецептухи в сторону Икса. И пока тот сидел, Дризи времени даром не терял, а конточил с битмейкером, который работал с Иксом. И как итог, и вовсе должен был позвонить менеджеру Икса. Но, увы, на тот момент никто не подозревал, что конкретно интересует Дризи. Может, Пит, может, просто желание встречи, или, возможно, даже подпись на лейбл. Кто его знает? В общем, всё это выяснилось в скором времени, когда на концерте он впервые исполнил трек «Kiss Matisse». Ну или сокращённое KMT, которое сейчас красуется на свежеиспечённом More Life. И после этого трека лют во всей нашей галактике разделился ровно на три лагеря. Собственно, одни утверждали, что этот трек – откровенный байт на Look at Me. Вторые, видимо, глухонемые адепты Дризи говорили, что байта нет. Ну и третье, которым просто было на всё это насрать, и которые далеки от рэпа. В общем, что я могу сказать лично от себя по поводу дележа «Стадо баранов». Сам Ди говорил, что продолжил писать свой плейлист, ещё находясь на волне вайба от прошлогоднего Views. И трек KMT, как минимум по настроению, не укладывается в линию с основой всего релиза. Лично я не знаю, как ещё доказать идиотам по-другому то, что и так очевидно. Но кто-то, наверное, скажет, ну сбайтил-сбайтил, что с того? Может, он должен был кинуть пару тенге на Киви? Но на самом деле, говоря прямо, Дризи за бугришком фигура достаточно влиятельная. Хоть по деньгам, хоть по респектам, неважно. Он вполне мог бы хоть как-то посодействовать ускорению судебного процесса и всего этого дерьма. Или хотя бы подбодрить парня в Твиттере. Но нет, угадайте, что сделал Дрейк, чтобы хоть чем-то помочь коллеге по цеху, у которого жёстко схавал флоу. НИ-ХУ. Я лично, бывает, диву даюсь того, как порой абсурдно складываются те или иные события в нашем мире. Потому что, например, Дрейк полностью отрицает сходство между треками. И за это Экс его вправе называет пусси-ниггером. Или, как он сказал во Вью после тюряги, цитата. Дрейк не человек. Я думаю, что он сука. Не знаю, может это и жестковато. Но, во-первых, это Экс. Во-вторых, у него украли флоу. А, в-третьих, он продолжает свои ярые выпады в сторону Дризи. И когда я вам говорил о том, что вполне возможно это зайдёт куда-то дальше, чем за сообщение в Твиттере. Я имел в виду, что Экс перешёл на маму Дризи. И мне кажется, именно этот твит станет отправной точкой для совсем другого исхода событий. Нет, конечно же, Эксу повезёт больше, если Дризи назначит всего лишь экстремальное фото с ним за 30 тысяч рублей. Но всё-таки будет лучше, если мы с вами получим какие-то биф-треки, в которых оппоненты выскажутся на эмоциях. Окей, я думаю, хватит ситуации про Дризи. Так что же происходило всё то время, что Экс находился в тюрьме? Прежде нужно сказать, что все эти полгода разбирательств достаточно сильно отразятся на нём. Он говорил, что находился там в вечном пребывании в состоянии депрессии. И угадайте, как он пытался уйти из этой реальности? Он медитировал. Да, в прямом смысле он занимался медитацией, чтобы хоть как-то избегать вешенной действительности, пусть даже и путём больших самокопаний. За это время я с ним связался Метер Бумен, и я дико жду их работ. Плюс в Твиттере респектовал Узи и ещё много кто. Но вот уже на свободе Экс связался с Рокки, и если я услышу когда-нибудь их работу, то буду точно медитировать под неё, как Экс на зоне. Но лично для меня во всём этом интереснее всего оказалось, что его дико поддерживает Гетер. Включает и орёт в гласину его треки на концертах. И вот прямо сейчас, если ты ждёшь ролик про Гетера, то ты знаешь, что делать. Что ж, сейчас Экс проводит кучу времени на студии, и, наверное, уже в скором времени будет готов дропнуть свежий став. А именно он анонсировал три проекта. Seventeen, I Need Jesus и Revenge. Как итог, Экс имеет, наверное, самую преданную фан-базу. А значит, если всё сделает как надо, то сможет и горы свернуть. И, видимо, он их решил сворачивать весьма интересным способом. В общем, можно долго говорить о том, насколько хороший Экс как человек или плохой. Но его слова из одного интервью дают понять многим, что, по крайней мере, мир, который он построил вокруг себя, ни капли не наигран. Это всё чистая правда в том, что он весьма чувствителен, склонен ко стрессам и так далее. Его слова о том, что он собирается инвестировать часть средств на борьбу с депрессией у замкнутых детей, ну или что-то такое, очень дорогого стоит. Если он будет действительно как-то развивать эту тему, то, конечно же, я думаю, он осчастливит не одну сотню детей, что, конечно же, не может не радовать. Уже по традиции, говорю спасибо, что досмотрели ролик до конца. Буду рад, если вы нашли новую интересную инфу в этом видосе. И мне будет очень интересно почитать ваши мысли по всему этому. Именно поэтому жду всех в комментариях. Увидимся, как обычно, в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok